Мне надо сегодня купить газеты и скотч. Все вот так заклеить, чтобы нас не было видно. А то, видите, все шторы уже убрали, потому что штукатурили. Мы спали на кухне, но сейчас наверное шторы там тоже все уберут. Нам придется где-то брать газеты, но я куплю газеты и скотч. Все, мы сейчас Дусе пойдем на площадку гулять. Купила средства, сегодня буду убирать. Видите, все как грязно. Здесь тоже. Все насырали. Все насырали. Все, купила сегодня. Комат я, наверное, взяла, да? Супер средства не было. Комат зала. Попробуем, я думаю, что обтереться. Сегодня за штукатурят кухню. Ну и завтра, не всю. Вот. Завтра, наверное, мы уже здесь. Посмотрим. Ну, в принципе, не торопимся. Пусть делают, самое главное, чтобы качественно было. А что тут? А-а-а! Видят, кто-то звонит, и они убрали. Пойдемте гулять. Гулять пойдемте на детскую площадку, а тут, кстати, квартиру купили, но еще ничего не заехали. Кстати, почему-то не закрывают ее, я не знаю. У них уже долго за квартиру, за ЖКХ уже, 20 с лишним тысяч. Вот такой вот был, видите, у нас тоже. Демонтировать сейчас надо. Вот это однушка. Ну, у них французское окно в комнате, а на кухне простое. Нет. Ну, стяжки, видите, тоже нет. Как вы видите, стяжки 15-17 сантиметров. Так как и у нас точно так же здесь. Ну, первый этаж, естественно. Не закрывается, не знаю. Странные хозяева вообще. Лучше бы, конечно, приехать, закрыть. Но дверь-то хрен с ним, можно и не менять. Пока что у них нет тут ремонта. Но дверь-то хотя бы закрыли бы. Кто-то уже, видите, взломал. Ужас какой вообще. Вандал. Тут, видите, хорошо то, что можно оставлять все свои коляски, самокаты. Вон, видите, все уже тут. Поставляли уже. Игрушки даже кто-то оставил. Так, а здесь оставлено. Кто хочет, тот бери. В общем, кому-то не нужно. В общем, берите, пользуйтесь, называется. Все, мы с Душе пошли на площадку. Да, все, пойдем на площадку. Сейчас там погуляем. Потом сходим в молочный магазинчик и купим молоко, кефир, творог. Так что? Смотри, это мама моей подруги. Ну? Слушай, что это стоило. Слушай, не живи. У нее муку. Если везу, ее тоже не тянут. Ага. Понятно. Каждый день стригут. Слушайте, стригут травку каждый день. Травы. Вот, кстати, в Москве у нас не очень много травы. Ну, и не так часто слышно вот эти газонокосилки. А тут вообще прям постоянно косят траву. Постоянно. Потому что он растет вообще. Прямо растет с неиную верной скоростью. Ну, смотрите, какой балкон красивый французский. Цветочки высажены. Все красиво. Аккуратненько. Вот на этом месте, видите, на холме должен быть-быть храм. Быть-быть-быть. Может быть, когда-нибудь он и будет. Ой, сегодня как хорошо. Погода разыгрывается. Боже, эти два дня были такие холодные. Пасмурные. И, а, кстати, что интересно, дома очень хорошо. Думаю, прямо тепло. То есть тепло спать было? Вот. Вообще было, правда, тепло. Я думала, а батареи-то у нас сняли, так как у нас штукатурят. Ну, вот. Шпаклюют, штукатурят. Батареи сняты. Я думала, как же я топить-то буду, если будет холодно. А ничего, нормально. Ой, наш бедный детский сад. Бедный детский сад. Пока не передадут нас, наш, наш, точнее, нас городу, Москве, конкретно уже, то не построят его никогда. В школу-то ладно, в школу можно ездить. Ну, в принципе, и в сады можно ездить, но в сады не возят. А в школу возят персональный автобус детей. С сопровождением. Не, а у нас, конечно, здесь хорошо, приезжайте, приезжайте к нам в гости. Вот, видите, мангалы около стоят этих окон. Люди не правы, потому что они так жарят. Ну, вон, видишь, вот, почему должны другие страдать от запаха? Кто-то вообще вот гарь вот эту не переносит. Я тоже вот за... Мы вчера вот ходили на шашлык, а ходили куда мы? В лес, да? Ну, там не в сам лес. А Дуся жука нашла. Как обычно. Дуся у нас будет кем? Зучком. Жучком. Как называется? Человек, который занимается насекомыми. Я забыла, честно. Я упустила жука. Я упустила жука. А что ты хотела с ним сделать? Купить. Ой, зачем? В банку положить. В банку положить? Да. Да не надо, Дуняш, пусть живет. Вот они же делают нам добро. Съедают насекомых, которые нас кусают. Наши просторы. Жалко Арчика, невозможно сюда взять. У нас пока грязь и пыль. И Арчику, ну, негде будет лежать. Просто, да, спать. Он будет бедный мельчешить вот по всем комнатам. И вот так вот будет страдать. Вчера, кстати, соседка приходит и говорит, все, слушай, у вас, говорит, уже так преображается все. Говорит, можно уже, говорит, ковры постелить, говорит, уже жить. А у них, кстати, плитки еще нет линолема, они ковры постелили. Они живут, как говорится, уже в недостроенной. Ну, так как у нас, видите, так как у нас проблемы с детским садом здесь, мы пока не можем, девчонки. Вот вы говорите, вот, въезжайте, что вы тупите, можно в одной комнате сделать и жить. Да я все понимаю. Мы сейчас живем в девяти квадратах. Я все понимаю, девчонки. Но пока проблема с детским садом у нас, тем более он логобедический, специализированный. Я буду в этот детский сад водить, потому что он шикарный детский сад. Туда все хотят попасть. Те, кто даже хорошо говорит. Почему? Потому что с детьми очень хорошо занимаются. Детям очень дают много знаний и много материала, которые нужны вообще любому ребенку. Так что нет, я его, своего ребенка, оттуда не заберу. Так что сюда въезжают только у того, у кого детки взрослые уже. Им детский сад не нужен. В основном здесь уже такие дети живут. Или у кого есть машина, но они возят детей, допустим, в Селятино. Им так удобно. А мне вот неудобно. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок ходил именно в специализированный, качественный, хороший детский сад. У них очень хорошая подготовка к школе. Воспитатели у нас замечательные. Людмила Николаевна и Рада Владимировна. Они вообще просто бомбезные воспитатели. За которых нужно держаться и благодарить их вот прямо до земли. Понимаете? Потому что сейчас очень редко, когда встретишь и найдешь воспитателей, которые занимаются именно здесь. И воспитатели, и учитель надо первого искать, очень твердого и сильного, который бы дал твоему ребенку очень хорошее знание. Очень хорошее. Который был бы не ленивый и понимал бы твоего ребенка, ну, понимал бы его, такой, какой он есть, и воспринимал бы его. И не ломал бы его. Вот это самое главное. Это я из своего личного опыта. Вот. Как бы я хотела, какого бы я хотела видеть первого учителя своего ребенка. Потому что я... Мне лично не повезло с первой учительницей. Вот честно. Это было что-то с чем-то. Вот, даже волейбольная сетка натянута. Люди в волейбол играют. Кто-то тут бассейн уже расстелил. Тоже будут купаться. В общем, красота. То есть давай не по дороге, а по татуару. Не зря же их построили. Проложили. Все для людей. Вот эти мне домики тоже нравятся. У них очень хорошая планировка здесь. И больше квадратов. 54 квадрата вот у них. А есть самая большая, потому что 61 квадрата. Так мы идем, идем, Дуняш. Клумбы люди разбивают. Красота. Ухаживают. Фонарики поставили ночные, чтобы красиво смотрелось. В общем, все делают из-за того, чтобы все было красиво, аккуратно, приятно. Живут же здесь. Что? Видите, как хорошо лес прямо рядом с домом. Иду, иду. Но плохо то, что комаров кормить. Комары есть. Вот сегодня муха какая-то надо мной чужжала. Надо купить фумигатор. Я еще все жека-то не обошла. Все еще некогда было. Сейчас в отпуске будет есть походить, погулять. Вон, зелено, красота. Хорошо, когда зелено. И тут тоже трава такая зеленая, яркая. Ну, идем, 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 идем. Идем. Вон там какая-то площадка, не знаю. Вот площадка с домиком. Вот она меня куда зовет. Говорит, мам, пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Тут тоже хорошо. Ну, господи, как хорошо, девчонки, правда. Прямо, знаете, отдыхаешь, прямо гуляешь, отдыхаешь. Никого нет, ни шума, ни пыли. Хорошо. Ну, хоть какие-то пока качели такие поставили. Хоть немного их, но все равно есть. Детям хотя бы есть, где качаться. А вот и знаменитая елка, которую наряжают на Новый год. И водят здесь хороводы. Здесь приезжают Дед Морозы с ненгурочкой. В определенные какие-то там дни. И вот здесь вот водят хороводы. Что интересно, в нашем ЖК одни тарелки МТС. Я тоже не знаю, почему. Выгодно, что ли, интернет этот. Там вот на окне написано «Продаю». Квартиры продают на третьем этаже. Не, на третьем этаже вряд ли я бы купила. Потому что что-то я не доверяю этим крышам. Квартиры продают на третьем этаже. Продолжение следует...